Первая часть сессии прошла быстро. Депутаты утвердили порог доходов граждан для присвоения им статуса малоимущих. С 1 марта для трудоспособного населения он составит 13 тысяч 45 рублей. Для пенсионеров и инвалидов повысится до 9 тысяч 978 рублей. Для детей чуть более 11 тысяч. А уже с 1 февраля, согласно принятому решению народных избранников, выросла на 6 с лишним процентов компенсация на погребение. Ее величина теперь 7349 рублей. Также депутаты внесли изменения в прогнозный план приватизации, добавив в перечень имущества, которое не было реализовано в 2019 году, еще ряд объектов. Впервые включается нежилое помещение площадью 43,6 квадратных метров по улице Энгельса 37 в поселке Вычегодский. Также в план приватизации включаются доли в хозяйственных обществах. Это доля МОКОТЛАС в размере 100% в уставном капитале ООО «Котласский рынок». Был заслушан депутатами в ходе сессии отчета о работе ОМВД России «Котласский» за 2019 год. Цифры, данные, профилактика киберпреступлений – всю эту статистику рассказал исполняющий обязанности начальника ведомства Даниил Кузнецов. И ответил на ряд вопросов. Например, от депутата Николая Завадского. Чем закончились расследования о хищении леса при строительстве Восточного шоссе и подготовке земельных участков для многодетных семей на ДОКе? В апреле 2018 года в отделе дознания ОМВД России «Котласский» было возбуждено уголовное дело по факту хищения леса при строительстве Восточного шоссе. В рамках возбужденного уголовного дела нами запрашивались материалы проверок, проводились необходимые ревизии. В итоге данное уголовное дело было прекращено по пункту первому, это за отсутствием события преступления. В настоящее время в следственном отделе ВМВД России «Котласский» расследуется уголовное дело по второму пункту, это по подготовке земельных участков для многодетных семей на ДОКе. Комментировать процесс расследования я не буду, но на словах скажу, что там есть положительный момент и решение у нас будет принято. Оба этих пункта повестки также получили одобрение местных парламентариев. Ну а далее, как ожидалось, самым сложным в обсуждении стал вопрос по внесению изменений в бюджет. Напомним, он уже выносился на внеочередную сессию 6 февраля и не получил тогда поддержки. Накануне администрация снова вышла с проектом решение распределить на разные нужды города 46 миллионов рублей. Проект выносим мы второй раз, ничего в нем мы не изменили. На всех комиссиях он обсуждался, данные, все первичные документы были проверены контрольно-счетной палатой и прошли экспертизу. Проекты внесены, изменены все параметры бюджета, изменения касаются текущего года и плановых периодов. Связаны они со срочной оплатой контрактов прошедшего года, 19-го. Работы уже у нас выполнены по некоторым контрактам, а сигнований у них нет. Это, например, касается работ по возведению детсада на проспекте Мира. В целом же 46 миллионов рублей Финуправление предложило направить в том числе на строительство новой школы, автодороги по проспекту Мира, на организацию парковки у второй школы и модернизацию пешеходных переходов, на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья. 1 миллион 900 тысяч на новый автомобиль для нужд администрации и более 11 миллионов рублей на ремонт и крыш 7-й школы детсада «Семисветик», отделение музыкальной школы в Ичигодском, потолка в Краевическом музее. Почти 2 миллиона рублей на мероприятие по обустройству мест накопления ТКО. Более миллиона на обслуживание систем очистки воды в 17 школах и детских садах. Дебаты на сессии, конечно, были. Мы сейчас нуждаемся и наши дети в чистой воде. И то, что уже более 50% учебных организаций и детских садов обеспечены этими установками, и остановить эту всю работу, и все это поставить крест на этой установке, это не поймут нас родители. Вот завтра спросят меня родители, что вы сделали конкретно для очистки воды, чтобы она соответствовала требованиям. Поэтому я считаю, что этот вопрос без всяких вопросов, без всяких условий должен проходить, если касается детей. В депутатских полномочиях входит обязанность следить, как расходуются бюджетные средства. Мы в рамках этих полномочий ведем определенную работу, собираемся с распорядителями этих бюджетных средств. И если у нас возникают вопросы, то я как депутат, я должен понять, суть ответа. Или мне ответят, или мне докажут, или нет. Так вот, в рамках этих полномочий я не получил наряд вопросов-ответов. Поэтому, как я должен голосовать? Мне говорят, давайте делайте через поправки. Ребята, а какие поправки? Если я голосую уже, я сейчас имею свое свободное право голосовать за корректировку бюджета или нет, я это право использую. И не надо мне указывать, как идти этим путем, каким я путем идти. Почему? Если не запрещено у нас какими-то нормативными актами и законами, администрация не идет на разделение. Значит, подавляющая большая сумма финансирования, которая на социальные вопросы, значит, она может быть выделена в результате разделения. А другая группа или пакет вопросов, по которому депутаты выразили сомнение, они должны получить соответствующее объяснение и разрешение в результате, может быть, согласительной комиссии. История повторилась, и изменения в бюджет снова не набрали необходимого большинства голосов. Этот вопрос сегодня не прошел. Несмотря на то, что мы и с главой общались, и не только сегодня, но и вчера, состоялся ряд комиссий, которые были. Но здесь путь один, все равно искать компромисс. Потому что половина депутатского корпуса согласна, половина не согласна, все равно нужно искать компромисс. Со стороны тех, кто сегодня не поддержал бюджет, были те, которые предложили и занесли в протокол предложение о том, чтобы, если есть острая необходимость в финансовых средствах на софинансирование программ, на покрытие дефицита, еще какие-то острые вопросы, которые есть, и которых большинство в том решении, которое было по бюджету, собраться через неделю и, значит, двумя проектами, один за одним проголосовать за то, что необходимо и нужно. И второе, значит, разобрать те проблемные вопросы, которые есть. Также не был сформирован состав нового общественного совета. В него входят 15 человек. Семь предлагает глава, одного кандидата областной общественный совет и еще семерых местные депутаты. Но и в этом вопросе согласия среди народных избранников не было. Хотя вопрос отбора кандидатур длился более двух часов. Добавим, что следующая очередная сессия назначена на 9 апреля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...